Глобал интерголд – компания, которая занимается торговлей золотом. Я не буду рассказывать сегодня долго про золото, про сам продукт, потому что он известен всему миру и так. Я думаю, что ни для кого не секрет, что золото является, наверное, одним из самых узнаваемых продуктов мира. То есть покажите мне хоть одного человека, кто не знает, что такое золото. Покажите мне хоть одного бедного человека, у кого есть золото. Золото – это гарант нашей финансовой безопасности. Золото – это синоним богатства. Золото – это синоним успеха. И мы работаем с таким продуктом, который является поистине просто наивеличайшим, является прекрасным и, что немаловажно, очень простым при поднесении информации. Вы можете рассказать о золоте хоть подростку, хоть старику, хоть женщине, хоть мужчине, любого пола, любой национальности. И любой человек абсолютно знает, что это такое. О чем это говорит? О том, что нам не нужно рекламировать золото. Золото и так знают все. И нам работать в Global Interbolts – это действительно одно удовольствие золотом. Почему? Потому что продукт, который знают все, который ценят все, который уважают все, его, естественно, люди все хотят. Это закономерность. Итак, речь пойдет сегодня о том, как это золото можно зарабатывать, какие деньги можно зарабатывать в этой компании, сколько можно получать золота, как это сделать максимально быстро, выгодно и надежно. Итак, для начала я всегда рассказываю немного о себе. Мне 30 лет, я живу в Москве, хотя постоянно путешествую по всему миру. В данном слайде вы видите, вот, например, справа наверху картиночка, это Монако, мой первый круиз в компании. В компании, в компании, на самом деле, круизы в компании постоянно, то есть каждый год. Я был уже в трех круизах. Также я объездил, ну, практически все европейские страны, вот, совсем, это в том году в Италии, в городе Портофино. В Таиланде полгода прожил, в Барселоне в офисе, то есть я могу долго это все рассказывать, но ключевой момент, что до знакомства с компанией, до знакомства с Global Interworld я не был вообще нигде. То есть единственное место, где я был, это в детском лагере в Украине. Все. То есть это единственная заграница была моя до знакомства с компанией. Поэтому для меня лично этот бизнес уже дал очень и очень многое. Итак, первое, с чего хочется начать, с того, что Global Interworld – это традиционный магазин золота в первую очередь. Что это значит? Это значит, что любой клиент онлайн может зайти на сайт, положить в корзинку себе продукт, любой слиток от 1 до 100 грамм, и либо оставить его на хранение, либо оформить себе доставку. Доставки осуществляются, например, по Евросоюзу почтой, без проблем. В страны СНГ, к сожалению, доставки золота нет. Связано это с прямым законом, например, если мы берем Россию, о запрете пересылки почты, рогоценных металлов. Но это не проблема, потому что компания регулярно организовывает мероприятия, проходит различные события глобальные. Например, в ноябре в Турции у нас будет событие, любой клиент может приехать как на конференцию забрать слиток, так же может приехать в любой из офисов и получить свое золото. Либо сделать это через вышестоящего спонсора. Проще говоря, продукт получить абсолютно несложно, даже если вы живете на территории СНГ. Про граждан Евросоюза и других стран я молчу, потому что там доставка вам домой прям почтой без проблем. Итак, все мы понимаем, что покупать золото это круто, это интересно. Но самое, наверное, главное и самая фишка в компании, что это золото мы можем получать с вами за бонусы. Что значит бонусы? Ну, все на сегодняшний день пользуются различными бонусными картами. Например, у меня есть карта Тинькофф Банк. Если я рекомендую по своей реферальной ссылке эту карту своему другу, я получаю бонусы. Ну, огромное количество бонусов. Например, так же я заказываю еду, grow food, то есть питание с доставкой по калориям для спортсменов. Там тоже, если я даю свою ссылку, я получаю бонус и в итоге получаю еду. Здесь абсолютно такая же модель, просто она очень модернизирована и с точки зрения выгоды финансовой клиента, она на очень-очень высоком уровне. Что позволяет нашим клиентам строить бизнес вместе с Global Intervolts, рекомендовать этот уникальный продукт и зарабатывать очень-очень хорошие деньги, о которых сейчас пойдет речь. Итак, конечно, всех интересует с самого начала это надежность и легальность бизнеса. Потому что каждый год я веду канал на YouTube, анализирую разные вообще бизнесы и сетевой маркетинг. Также я смотрю за тенденции в целом заработка онлайн. И каждый год открываются новые пирамиды, закрываются новые пирамиды. И это, конечно, смотреть очень забавно. Да, потому что бизнес должен быть надежный. Если вы не уверены в самолете, задаю вопрос, полетите ли вы на этом самолете. Если вам скажут, что тебе надо лететь завтра в Сочи, и тебе скажут, этот самолет может быть переземлиц. Вот полетите вы на этом самолете или нет? Я думаю, что вряд ли. То есть вы должны быть уверены в квалифицированности пилота, в работоспособности всего самолета в целом. То есть вы должны быть уверены в этом. Только тогда вы можете сесть в этот самолет и полететь. То же самое с бизнесом. Что же является гарантом надежности для бизнеса? Ну, понятное дело, первое – это продукт. Продукт, который можно приобрести без участия в маркетинг-плане. То есть любой абсолютно клиент может зайти на сайт и оформить себе покупку непосредственно продукта, никого не приглашая. Это является и основным источником дохода компании, и также является подушкой, что ли, которая постоянно, ну, скажем так, вне самого маркетинга, если есть постоянные продажи, то доход компании, и это очень круто. Это основная деятельность – торговля. Наша компания Global Undergold работает с заводом Nadir. Это древнейшее предприятие, которое располагается в городе Стамбул, в Турции, где у нас будет мероприятие в ноябре месяце. Я искренне всех приглашаю. Скоро появится на сайте уже информация, и мы будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, на мероприятиях в Турции. Завод Nadir. Я вам сейчас покажу небольшие демонстрационные слиточки, например, как это выглядит на самом слитке. Вот маленький слиток, само золото, и вот мы видим здесь завод Nadir, DMCC, LBMA и далее все по списку. То есть полностью сертифицированное золото производится на старейшем заводе под брендом Global Undergold. Вот, например, у меня есть подарочный еще слиток, лидерский, то есть все под собственным брендом. Непосредственно это сразу такой весомый аргумент для понимания надежности компании. Потому что когда организация, компания сотрудничает с таким мощным гигантом, заводом Nadir, это уже очень и очень круто. Но, конечно, это еще не все. То есть вот мы видим на этих слайдах разных клиентов со всего мира. Вот, например, корейские клиенты, видим клиентов из России, латиноамериканские клиенты. Вообще в Латинской Америке одна из самых больших структур, более миллиона человек. Там люди зарабатывают очень хорошие деньги. И я рекомендую вам брать пример вот с сильных и активных. Также очень много европейских клиентов. Вот мы видим норвежцы, видим малазийцы, индусы. В Индии недавно открылся у нас офис, самый большой офис в мире как компания. Также там очень много различных клиентов. Причем людей, которые действительно очень авторитетные. Там уже тысячи и тысячи регистраций. Я могу сказать, что это произошло буквально прям за считанные месяцы. То есть несколько месяцев Индия просто буквально. Ну, Индия, понятно, там золото любит. Это такая страна, где дарит золото, где любит золото. Вот, поэтому, уважаемые коллеги, я еще раз повторюсь, что это международный бизнес, где любой клиент с любой точки мира может зарабатывать золото и делать это абсолютно безопасно для себя, надежно, зарабатывать много. И имея просто для этого интернет и непосредственно являясь самому клиентом интернет-магазина Global Inter Gold. Итак, компания уже девятый год работает на рынке. На данный момент существуют разные офисы. В Лондоне управляющий офис, это не клиентский. И для клиентов существует несколько офисов. Например, в Барселоне, в Испании, вот на этой фотографии мы с Олегом Ульяновым находимся как раз в день открытия офиса в Барселоне. В Барселоне также есть офис в городе Мюнхен в Германии, также для клиентов из Латинской Америки в Мексике, в городе Мехико. И сейчас открылся офис в городе Дели, в Индии. То есть, ну, вы сами понимаете, масштаб развития, разные континенты, разные клиенты. И о чем это говорит? Это говорит о том, что доверие компании просто колоссально. То есть, такое количество людей. Причем, я могу вам сказать, что мы общаемся с разными, ну, на всех мероприятиях, на конференциях. Большая часть людей именно очень, скажем так, такие социально значимые. То есть, это юристы, бизнесмены, люди из государства даже. То есть, даже принц Малайзии у нас в бизнесе есть. Ну, очень много авторитетных, взрослых, адекватных, приятных людей, которые в бизнесе разобрались, которые не просто пошли, скажем так, с головой на пролом, да, не понимая, что происходит, а именно разобрались, провели анализ. И после этого начали успешно строить здесь свою карьеру. И делают это уже много-много лет. Итак, далее я вам скажу про надежность компании и про финансовых партнеров. То же самое. Почему я про это говорю? Я уже упоминал, чтобы понять, что бизнес надежный, нужно смотреть на несколько определяющих факторов. То есть, первый, я сказал, это физический продукт, который можно приобрести без участия в маркетинговом плане. И второе, вот я вам сейчас расскажу, это банк. Что такое банк? Это финансовый партнер компании. То есть, с кем она работает, куда идут деньги, как деньги можно вывезти. Это очень важный момент. Ижбанк, вот я был в Турции, вот мы видим на фотографии, в Турции это государственный банк. Это очень авторитетный банк. Это, ну, по аналогии нашего Сбербанка в России. Вот, и Ижбанк работает непосредственно с Global Intercom, то есть, если вы оплачиваете из Турции, у вас будет счет, куда вы сможете перевести на счет компании деньги. То есть, у вас все документы, у вас все чеки, непосредственно идете в отделение банка, не куда-нибудь на Perfect Money, украинскую платежную левую системку, да, там не AdvoCash кошелек, да, а реально через банк у вас все чеки, документы, квитанции. У нас все очень и очень серьезно. Почему к нам идут люди, почему нам доверяют, потому что у нас все юридически грамотно. И один из таких наших главных, наверное, партнеров, да, это банк Santander, это испанский банк, он функционирует во всем мире, ему уже более 150 лет. Этот банк является сейчас спонсором Лиги Чемпионов, которая последняя прошла, по крайней мере, точно. Вот постоянно, если вы смотрели Лигу Чемпионов, там прямо на рекламном щите постоянно Santander, банк, Santander, банк, Santander, банк. То есть это очень солидный банк, и если вы сейчас, например, из стран СНГ будете переводить финансы в компанию, у вас будет именно чек-счет на этот банк. Соответственно, это действительно один из главных гарантов в компании. То есть, как говорится, скажи, с кем ты работаешь, и я скажу, что это за компания. Точнее, скажи, с кем работает твоя компания, и я скажу, что это за компания. Так вот, мы работаем с такими, я не побоюсь этого слова, мировыми гигантами. Итак, только у меня звук ужасный. Давайте, кстати, проверим, да, ребят, звук Ольга написала. У всех звук ужасный или только у Ольги? Потому что вроде как все писали до этого, что все было нормально. Александр, норм звук. Если у кого-то звук ужасный, значит, наверное, это уже у вас на приборах. Есть шкала, уважаемая Ольга, слева внизу есть шкала, и там есть уровень звука. Попробуйте настроить там. Итак, спасибо, спасибо, коллеги, что ответили, благодарю. Итак, переходим к основной части. То есть, любой клиент может просто покупать золото или зарабатывать его бонусами. Ну, я думаю, что вы все уже прекрасно поняли, что такое бонусная программа, и я думаю, что большинство людей пользуются какими-то бонусами. В Global Undergold у нас есть уникальная возможность зарабатывать золото именно бонусами. Вот, давайте, итак, самое главное, как начать и что нужно делать. Первое, вы должны зарегистрироваться по ссылке клиента, который вам порекомендовал этот бизнес. То есть, от кого вы узнали про этот бизнес, мы должны взять у него ссылочку и зарегистрироваться. Для регистрации вам нужен паспорт, чтобы пройти верификацию, и также второй документ, подтверждающий ваш адрес. То есть, это может быть банковская выписка, либо другой документ, по поддержке можно все это узнать. Далее, распечатываете вот такой вот счет. Здесь, на примере, Ишбанка, если вы из стран СНГ, то непосредственно у вас будет банк Сантадер. И с этой квитанции вы идете в банковское отделение и делаете обычный свифт-перевод на счет организации. Итак, как же заработать первое золото? Я приведу вам сегодня один из моих любимых примеров, который я, собственно говоря, сам проанализировал и передал в эти картиночки. 4,5 тысячи евро – это нормальная сумма для старта. То есть, я всегда ставлю задачи минимум на миллион, но вот здесь, чтобы вы стартанули и увидели как минимум первые хорошие деньги, ну, 4,5 тысячи евро – это хорошие деньги, заплатив при этом 900 евро. Я скажу сразу, что в компании можно стартовать с меньшей суммы – 450 евро. А можно стартовать с большей суммы – 5 тысяч евро, 10 тысяч евро. Рамок нет никаких. У меня клиенты заходили в бизнес, покупали ценные бумаги на 40 тысяч евро. Но сейчас мы будем рассматривать некий универсальный вариант для клиентов, кто хочет заработать много, быстро и сразу. И напишите, пожалуйста, в чат, кто хочет зарабатывать именно, именно работать и заработать сразу, быстро и много. То есть, не просто инвестировать с перспективой, да, а именно заработать сразу, быстро и много. Пожалуйста, поставьте пятерочки. Кого интересует именно доход, чат у нас открыт, кстати, сейчас я посмотрю, не закрывали чат у нас. А, разблокирован, да, все. Вот, я. Вот, давайте, ребят, кто хочет быстро, много и сразу. Потому что, понятное дело, что любые легальные инвестиции – это определенный срок. И это круто. Я вам сейчас про них, нет, про них, точнее, вам расскажет Олег Ульянов, мой уважаемый друг и партнер, юрист, кстати, по образованию. И он более детализированно расскажет про инвестиции. Итак, пятерочки, пятерочки, отлично. Ну так вот, сейчас, уважаемые коллеги, для тех, кому интересен заработок быстро и сразу, я поделюсь, как это сделать. И после уже моей речи Олег Ульянов расскажет вам о возможностях пассивного заработка, то есть без участия в маркетинге в принципе, то есть только для инвесторов. Поэтому у нас бизнес без обязательных приглашений есть такая программа, но, ключевое слово «но», если вы хотите заработать быстро, много и сразу, надо поработать. Но, поверьте мне, это того стоит. Итак, погнали. Самое интересное, 4,5 тысячи евро. Что мы делаем? 900 евро. Что такое 900 евро и куда они идут? 900 плюс – это программа, которую я сам, собственно говоря, проанализировал и понял, что она самая выгодная и самая лучшая с точки зрения старта клиента, который хочет заработать сразу много. 900. Итак, 450 евро мы делаем предоплату на заказ набора золотых сливков. Проще говоря, я сейчас не буду термины все детализировать, скажу проще. 450 евро на золото, 450 евро на ценные бумаги. Это значит, что вы открыли сразу два маркетинг-плана и по золоту, и по ценным бумагам. И еще очень важный момент. Если у вас открыты две программы, у вас куплены ценные бумаги, то вы уже подстраховались, потому что после конвертации ценных бумаг в акции вы будете зарабатывать очень и очень хорошие деньги. То есть здесь гарантии по ценным бумагам, это все коллега Ульянова, он потом все это расскажет. Но ценные бумаги, скажем так, это модель, которая позволяет вам без приглашения зарабатывать. То есть мы, грубо говоря, открыли два маркетинга, сделали предоплату на золото, купили ценные бумаги, и у нас появляется различный функционал. То есть мы имеем огромную возможность для заработка в компании. Что же мы должны сделать? Мы должны, естественно, развивать компанию. Развитие компании строится за счет рекомендаций. Все очень просто и понятно. Мы развиваем бизнес, делаем товарооборот, рекламируем компанию, получаем за это хорошие бунты. от компании Global Interbot. Это справедливо. Кто работает, делает какой-то оборот, получает хорошие деньги. Мы, соответственно, этим и занимаемся. Итак, первый простой пример. У меня написано сразу, скажу, здесь 8 человек. Но здесь по факту от 6 до 8. То есть в среднем это 7. На что это влияет? От чего это зависит? Зависит от того, каким по счету вы встанете в маркетинг. Я сейчас не буду это расписывать, математику, скажем так, скажем простым языком. От 6 до 8 клиентов. Первая задача, которую вы должны выполнить. Не лично клиентов. Вот мы видим наверху. Вот где написано «Вы» и нарисован человечек. У вас есть две рекомендации. И также по две рекомендации есть у ваших клиентов. По расстановке тут все может варьироваться. У вас может быть 3 человека и у него, у кого-то у одного из этих 3. Может быть у вас у самого 7 лично приглашенных. Есть такие клиенты, которые ставят личных приглашенных. То есть, скажем так, в совокупности первая ваша задача, чтобы в структуре у вас было всего от 6 до 8 человек и личных минимум 2. Лучше больше. Моя рекомендация лучше больше. Идеальный расклад такой. Я вам сейчас его опишу. Идеальный, когда 3 по 3. То есть у вас в первой линии 3 клиента и у них у всех по тройке. В этом случае у вас будет симметрия и доход будет идти намного быстрее. Итак, вот мы заработали с вами первые полторы тысячи евро. То есть, ну сами считайте, 6-8 человек, 900 евро, первые полторы тысячи евро. Добавляем еще трех человек. Плюс 3. Там может быть тоже варьироваться. 3-4, то есть там зависимости опять же от расстановочки. Но максимальное здесь количество 12. На самом деле там по моей практике я скажу, что это примерно 10-9 человек. 10-9 человек и это уже 3 тысячи евро. Согласитесь, уже неплохо. Причем это не личные люди у вас. Это вся ваша работающая структура. И последнее, итог мы, 16, это прям предел. Это самый плохой вариант. Да, я говорю прям, если такая расстановка, да, самая плохая и самый длительный вариант, это будет примерно 16 человек. То есть, мы уже заработали с вами первые 4 с половиной тысячи евро. То есть, ничего сверхсложного мы не сделали. Это можно сделать, вот у нас клиенты сейчас это делают некоторые за 3 дня. Да, некоторые это делают за месяц, но даже если вы это сделаете за полгода, у нас рамок никаких нет. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Даже если вам за полгода упадет бонус 4 с половиной тысячи евро. Это у нас где-то там 430-40 тысяч рублей. Ну, почти полмиллиона. Скажите, бонус за полгода 500 тысяч. 400, ладно, 50 давайте возьмем. Это нормально? Это нормально. Стоит ли поработать ради такого? Это первый бонус, ребят. Первый. Только вот только-только вы начали. Вот. Стоит ли ради такого бонуса поработать? Я думаю, что стоит. Отлично. Отлично. Илья, согласен Анатолий. Давайте, ребят, активнее включаемся в беседу. Мы сегодня, так сказать, вместе с вами работаем. Конечно. То есть, смотрите, полгода, потому что у нас рамок нет никаких. То есть, временных даже хорошо, если через, не знаю, год вам просто упадет этот бонус. Это прям, знаете, такой вариант космический, да, то есть там, ну, я не знаю, потому что я вижу, что сейчас происходит, да, у наших ребят. В частности, вот у слабослышащих ребят, которые у нас сейчас активно работают, у них, я смотрю, прям каждый день. Каждый день какие-то закрытые секции, бонусы. То есть, получают люди реально ежедневно очень хорошие деньги. Поэтому здесь все зависит от вас, насколько вы серьезно готовы этим заниматься и насколько вы приложите усилий к тому, чтобы зарабатывать этот бонус. Это еще не все. Здесь я расписал всего лишь 13-16 человек, и вы уже там в районе полумиллиона делаете, да. Я скажу вам простую математику. Каждый хочет заработать миллион рублей. Давайте пока вот для вас больше российских граждан, да, ну, можно переконвертировать миллион рублей в вашу валюту. Да, прям может и в Яндекс войти и бить. То есть, ну, вот мы посчитаем, да, что примерно 35 человек в структуре, повторюсь, при правильной расстановке, чтобы все это было сбалансировано, 35 человек, и вы зарабатываете свой первый миллион рублей. Вот. Поэтому никаких проблем здесь вообще нет. Итак, вот сразу давайте я отвечу на вопрос. Проблема с приглашениями. Друзья мои, покажите мне хоть один бизнес, хоть одно дело в жизни у любого человека, где не было бы проблем. Вы учитесь водить машину? Это проблема. Вы только первый раз сели. То есть, вам нужно пройти обучение, вам нужно получить практику. То есть, это нормальный процесс. Вы идете заниматься в спортзал, вы за неделю сможете обрести крутую форму, стать крутым атлетом? Конечно, нет. Нужно время, тренер, подготовка, питание. То есть, откройте традиционный бизнес, да, там, откройте себе любой магазин. Будете работать долго-долго в минус. То есть, это нормальный процесс для старта любого дела. Поэтому проблем с приглашениями, это на самом деле очень, ну, мне это очень смешно слушать. Почему? Потому что, понимаете, в чем дело? То есть, я записал уже огромное количество видеороликов. Да, то есть, есть полностью система. Возьмите, вот, в течение двух-трех месяцев просто плотно работайте. Я вас уверяю, еще нет ни одного клиента, у меня лично, с кем я работаю, кто бы делал определенные дубликации, определенные действия, да, и которые бы не смог бы сдвинуться с места. Поэтому, ребят, посещайте, кстати, я провожу ВКонтакте трансляции и по приглашению. У меня на YouTube-канале есть огромное количество видео, часов на 10, на 15, именно по приглашениям. И самое главное, это работайте с вашим спонсором. То есть, держитесь вашего спонсора, общайтесь с вашим спонсором, больше делайте рекламы. Это, ладно, сейчас уйду в отдельную тему, ребят. Это мы посвятим отдельный вебинар, на котором мы поговорим, либо ответим на вопросы в конце. Давайте, да, на вопросы ответим в конце, потому что я сейчас буду сбиваться. Итак, вот, мы посчитали 4,5 тысячи евро, соответственно, за небольшую структуру, 12-16 человек, при условии, что клиент начал с программы 900+, и активно начал ее разливать. Итак, вот простой пример, скриншоты здесь показаны, показан доход в золоте. Вот, например, самый нижний слитик мы видим, там, в районе 7 тысяч евро, там, 1700 евро. То есть, вот таким образом приходит золото, дальше вы можете его продать обратно в компанию и вывести деньги, совершенно без проблем. Выводите вы деньги также на свою банковскую карту, также есть вариант вывода средств на биткоин-кошелек, также есть вариант вывода фукон-заказов. То есть, по выводу средств проблем никаких нет и никогда не было. Кстати, вот, в Global Intergold реально всегда все выводится, все быстро, все надежно, все грамотно. Продали золото, вывели деньги. За 9 лет работы все как один единый механизм. Также летом у нас ожидается подключение платежной системы, скоро тоже об этом будет информация. Компания постоянно растет и вывивается, так что следите за новостями. Вот так вот выглядит непосредственно золото. Я забирал, например, слитки из Европы. Здесь, там, в районе, там, 40, по-моему, 30-40 тысяч евро в золоте. Вот, пожалуйста, мой документ, слитки Хираеус. Это реально простой пример, как можно заработать золото. Светлана, от того приходят деньги, когда выводишь через банк на карту. Вот компания, вот компания. Выведите и увидите. Я, честно, не помню там, что написано, какие именно данные. Надо посмотреть, вспомнить. Так, ну так, давайте закончим уже по маркетингу. И подключится у нас уже Олег, расскажет про ценные бумаги. Ну, про 40 тысяч евро, тоже один килограмм, это простой пример. То есть я вам показал 4,5, пройти 8 вот таких вот циклов. То есть мы заработали 4,5, пройти вот 8 таких циклов. И это, друзья мои, 40 тысяч евро. Ну, можете покупать себе квартиру. Да, в Турции, например, хорошая квартира, вот такие деньги стоят. Соответственно, ничего сверхсложного, учитывая, что когда вы выполнили первые условия, ваша команда работает, команда развивается. И чем больше у вас появляется в итоге структура, чем больше появляется у вас лидеров, тем быстрее они закрываются, падают к вам в таблицы. То есть, ну, проще говоря, работать будет намного легче. Потому что люди активные, без участия уже в вашей работы, сами будут приносить вам доход. И это очень-очень важно. Я скажу вам так, то есть на практике, да, первая задача, да, это начать бизнес, второе, заработать первые хотя бы 4,5-10 тысяч, ну, желательно вот, да, ну, желательно хотя бы вот миллиончик. То есть я всегда ставлю задачу на миллион. То есть начали, заработали первый миллион, после чего ваша задача помочь своей структуре. И что значит помочь своей структуре? Это значит взрастить таких же лидеров. То есть основная задача, чтобы у вас было примерно там 3-5 офицеров. Кто такой офицер, да, в сетевом бизнесе? Это лидер, который работает активно без вашего уже прямого участия. Да, то есть это человек, который сам знает, что делать, он уже обученный, у него уже пошла своя ветка. И вот таких вот вам надо 3-5 человек. Все, вы сделали себе карьеру, и ваша дальнейшая задача в этом бизнесе просто это поддерживать. То есть самое сложное, самолет взлетает, когда он взлетает, 70% топлива он тратит. То есть самое сложное взлететь. Дальше очень важно набрать высоту, да, второй этап. Как у нас, я вам сейчас рассказывал, да, первое, заработать деньги, самому стартануть. Это самый такой период, ну, для кого-то сложно, для кого-то нет. Ну, по статистике, да, то есть это вот такой самый должен быть энергичный старт. То есть когда люди говорят там про приглашение, то есть надо включить все свои ресурсы и постараться это сделать. Потому что дальше будет именно проще. Потом у вас появляются, мы набираем скорость, это уже наша команда офицеров основных, кого мы обучили. И третий этап этого бизнеса, это называется вообще лидерская карьера, о которой, я не знаю, Олег скажет, не скажет. Олег, если можно, я думаю, да, там хотя бы немножко про лидерскую тоже надо. Вот, и мы просто весь наш этот полет, мы его поддерживаем. Включаем автопилот, следим за приборами и просто следим за нашей командой, подсказываем, помогаем, курируем. То есть просто поддерживаем наш бизнес, получая очень-очень хороший источник нашего дохода. Ну, я не, по-моему, кстати, где-то у меня были слайды. А, ну вот, давайте я вам сейчас покажу. У меня, кстати, есть полидерские слайды, все-таки я немножко расскажу. То есть, ну вот простые примеры, да, как приходят бонусы. Вот мы видим, да, смотрите на кредитные бонусы. Да, то есть, вот, например, у меня клиент купил ценные бумаги на 9000 евро, мне упало 810 евро. Причем это за один день, смотрите, 810, 9, 1, 45, 26. То есть около 1000 евро просто капает пассивного дохода за то, что у меня клиенты в структуре покупают золото, ценные бумаги, открывают бизнес, получают бонусы и так далее. То есть, по сути, за любые финансовые операции. То есть это как бы итог, к чему мы должны прийти, да. Ну и закончу я сегодняшнюю презентацию, как раз перед выступлением Олега. Это уж поскольку начал про лидерскую. Смотрите, в лидерской карьере есть 15 ступеней. То есть тоже вам, чтобы вы понимали ваша цель, да, что в этом бизнесе есть четко поставленная цель. Постоянное развитие, постоянный прогресс, чтобы получать еще больше. Это очень важно, потому что на каждом новом уровне вы зарабатываете больше, больше и больше. Ну вот простой пример, который мы считали. Если вы из первого уровня дойдете до 15-го, и важный момент, вы стали лидером первого уровня. Перешли на второй уровень, сделали одного лидера. Перешли на третий уровень, сделали в команде у себя еще одного лидера. Перешли на четвертый уровень, в команде сделали еще одного лидера. И это причем расписано сейчас формула без ценных бумаг, это просто даже по одной таблице суммы там намного больше, если мы считаем, еще суммируем туда ценные бумаги и еще все бонусы, которые прилагаются. Это только вы вдумайтесь, сейчас вы видите цифру и поймете, почему я так говорю. 36 миллионов 400 тысяч евро, то есть это если мы проходим с первого по пятнадцатый и делаем по одному лидеру на каждом из уровней. Вот вам реальная мотивация, реальный стимул для того, чтобы развивать бизнес, строить лидерскую карьеру, поддерживать его, помогать своим людям и соответственно вот так вот, ребят, менять свою жизнь. Потому что я могу сказать так, что, не знаю, счастливый меня человек, наверное, не найти, потому что я абсолютно свободен. Да, то есть я занимаюсь любимым делом, я занимаюсь музыкой, занимаюсь боксом, хожу в спортзал, езжу по всем странам мира, в которые я захочу, общаюсь с миллионерами, с успешными людьми, езжу на дорогой японской машине. Я не знаю, то есть я просыпаюсь в два часа дня, потому что я так хочу, мне никуда не нужно идти. То есть я благодаря этому бизнесу с точки зрения материальной, да, ну, свободен. Ну, для меня это идеально. Конечно, я не останавливаюсь, потому что у меня в жизни есть высокие планки, высокие рамки, которые меня стимулируют дальше двигаться. То есть для меня задача совершенно иных, да, то есть если у меня сейчас структура 43 тысячи, моя задача сделать структуру полмиллиона минимум. Да, если у меня сейчас будет там 100 личных приглашенных, моя задача сделать 500 личных приглашенных, да, то есть почему это важно для меня? Потому что в жизни, как есть такая вот поговорка, да, если река перестает течь, она становится болотом. И человек то же самое. Если человек перестал действовать, перестал развиваться, он начинает регрессировать. То есть он просто падает, опускается и становится все хуже, ниже и так далее и тому подобное. Поэтому надо постоянно наращивать обороты, тем более в том деле, которое приятно, которое денежно, которое обеспечивает тебя полностью свободой и помогает тебе развиваться вообще в жизни в целом. Я даже не беру просто финансовый такой аспект бизнеса, именно все те сферы в жизни, которые мне интересны, я могу их реализовывать, могу ими заниматься, могу их достигать. Но ключевой момент здесь благодаря Global Interlog, потому что если бы у меня не было этого бизнеса, если бы у меня не было здесь дохода, я бы ходил на какую-то, наверное, работу, да, чтобы несложно представить сейчас, потому что я 7 лет здесь, и мне как-то даже уже, я забыл, что это такое, да, просыпаться, ехать куда-то на какое-то место, где есть начальник какой-то. То есть для меня это, конечно, стресс, просто шок, и я, ну, в страшном сне даже мне это не снится, да, вот, поэтому я уже привык к этой свободе. Я очень благодарен именно и руководству компании, и Олегу Ульянову, моему спонсору, естественно, моей любимой команде, которая очень активно работает, которая помогает своим людям, я стараюсь помогать максимально им. И самый ключевой момент этого бизнеса – это взаимопомощь. То есть все, кто меня знает, да, то есть я никогда не откажу человеку созвониться, там, встретиться, помочь, подсказать, какой-то промоушен провести. То есть для меня самая большая радость в этом бизнесе наблюдать, как люди, которые вошли с самого нуля, они становятся богатыми, успешными, и это прямо для меня реально счастье. А на этом я закончу, уважаемые коллеги, сейчас выступит Олег Ульянов, давайте поддержим его десяточками, пятерочками и просто хорошими словами. Мой дорогой друг, мой партнер, человека, которого я очень ценю, люблю, уважаю, моего уважаемого наставника. Уважаемые коллеги, перед началом давайте с вами традиционно проверим звук. Пожалуйста, поставьте в чате, давайте я сейчас очищу чат и проверим звук. Так, поставьте в чате плюсики, как меня слышно, или оценку от 1 до 10, то есть как у нас идет звук, чтобы я был уверен, что звук у нас идет хорошо. Так, чуть погромче, очень тихо, звук на максимуме. Сейчас как? Нормально идет звук? Так, звук, ну я думаю, что должен быть нормально. Так, сейчас на десятку, да, я прибавил звук, я думаю, сейчас будет все хорошо. Итак, дорогие друзья, ну что, большое спасибо Марку, что он рассказал о первой возможности, которая у нас есть. Это возможность покупать, а да, 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 дорогие друзья, прошу прощения, Александр, сейчас переводчик, сейчас он к нам подключится. Так, секунду. Так, я попрошу Марка выключить слайды свои, сейчас я подгружу свои слайды. Так, окей. Итак, ждем, ждем Александра, сейчас он подключится к нам. Переводчик, ждем, да, ждем, сейчас Александр подключится. Так, да, сейчас Александр перезайдет в конференц-зал и мы продолжим. Так, да, сейчас Александр перезайдет в конференц-зал и мы продолжим. Слышно, видно, все нормально? Слышно, Александр? Да, да, сейчас слышу вас. Звука не было. Все, окей, и так. Ну что ж, еще раз большое спасибо Марку за то, что... Слышно. Александр, пожалуйста, у себя сделай потише звук. Или, может быть, его отключить, чтобы не вдвоем звук, чтобы накладки не было? Меня сейчас слышно? Меня сейчас не должно быть слышно. Так, ну я думаю, сейчас все будет нормально. Все хорошо. Так, ну я думаю, сейчас все хорошо, все окей. Так, золото это... Ну я думаю, сейчас все хорошо, все окей. Все равно двоится звук. Золото это... Александр немножко все равно фонит двоится звук. Чуть-чуть потише, вот, в телефоне там, чтобы не сильно звук. Александр, немножко все равно фонит двоится звук. Чуть-чуть потише, вот, в телефоне там, чтобы не сильно звук. Итак, я думаю, сейчас все должно наладиться. У меня звук отключен. Так, окей, я думаю, сейчас все будет нормально. Хорошо, все хорошо. Значит, итак, дорогие друзья, чтобы вы понимали, что основной бизнес компании – это в любом случае золото. То есть, Global InterGold занимается торговлей золотом. Потому что некоторые люди начинают фантазировать, что у компании есть какие-то там золотые рудники и еще что-то. Нет, нет, компания этим не занимается. То есть, Global InterGold – это онлайн-магазин, онлайн-платформа, которая торгует готовыми слитками. То есть, вот такие слитки физического золота, реальное золото. Вот такие слитки, они расфасованы, упакованы, сертифицированы. Есть у нас слитки германского производства, есть у нас слитки швейцарские. Но вы должны понимать, что основной бизнес – это торговля золотом. Конечно, Марк уже упомянул, что Global InterGold выпускает свои собственные золотые слитки. То есть, вот так они выглядят. Конечно, Марк уже упомянул, что Global InterGold выпускает свои собственные золотые слитки. То есть, вот так они выглядят. Высшего качества золота. С 2015 года Global Intergold выпускает золото под своим брендом. Вот такие слиточки. Полтора года назад Global Intergold предложил своим клиентам очень интересную возможность. Это инвестиции, ценные до назад. Что это такое, как это работает? Тема инвестиций очень серьезная и очень ценные, обширная. Что это такое, как это работает? Тема инвестиций очень серьезная и очень обширная. Давайте я буду, наверное, вот так говорить. Будет получше звук. Александр, пожалуйста, еще у себя как можно тише сделай звук, чтобы не двоила. Колонка в микрофоне. Итак, дорогие друзья, тема инвестиций, она очень обширная и объемная. То есть инвестиции изучают в университетах, изучают по нескольку месяцев. Может быть кто-то и по нескольку лет изучает эту тему. Александр, это нужно не микрофон здесь, не в конференц-зале выключить микрофон, а у себя там на телефоне немножко тише сделать. То есть на какой-то минимальный звук поставить, чтобы из, скажем, из динамиков не передавалось опять в микрофон, не двоилось. Итак, как я сказал уже, что эта инвестиция, она очень объемная и обширная. Ее люди изучают и месяцами, и годами. Изучают в университетах и занимаются этой практикой. То есть тема действительно очень серьезная. Но я вам рекомендую делать следующее. То есть если вы хотите инвестировать в ценные бумаги Global Intercom, для этого, к слову, я скажу, что создана специальная компания Geek Capital, которая занимается только ценными бумагами. Именно ценные бумаги Geek Capital мы покупаем. Я потом поясню, почему это интересно, почему это выгодно. Так вот, если вы хотите инвестировать в ценные бумаги Geek Capital, то моя рекомендация такая, можете не торопиться. То есть вначале разберитесь с этим вопросом. Поймите, как это работает, для чего это нужно. А потом уже, как говорится, будет желание, занимайтесь инвестированиями. Сегодня моя задача коротко вам рассказать, что это такое и как это работает. Значит, как я уже сказал, тема эта очень объемная и обширная. Я в двух словах, прям буквально в двух словах, очень простое дам объяснение. Это объяснение не мое собственное, я его не выдумал там из своей головы. Я его нашел у очень известного человека, которого зовут Роберт Киосаки. Этот человек, который посвятил инвестициям всю жизнь, то есть этот человек практик, он понимает, он знает, о чем он говорит. И у него я нашел самое простое и понятное объяснение, что такое инвестиции. Так вот, он объяснил это с помощью квадранта денежного потока. Вот этот квадрант, четыре сектора. Р – это рабочие. С – самозанятые. Б – бизнесмены и инвесторы. Так вот, все мы когда-то... Дорогие друзья, если у кого-то пропадает звук, просто перезайдите в конференц-зал. Перезайдите в конференц-зал, и я думаю, все будет у вас, звук, работать. Итак, все мы когда-то были в секторе R, в секторе рабочие. То есть кто-то был, кто-то сейчас в этом секторе находится. Это абсолютно нормально, потому что в этом секторе находится 95% населения. Но фишка в том, что в этом секторе очень мало денег. Там всего 1% денег мира в этом секторе. То есть вдумайтесь, да, почти 100% людей там, но там всего 1% денег. Это может быть для кого-то покажется странным, но по факту, если мы посмотрим на реальность, это так и есть. Вот скажите мне, кто-то видел богатого, знаю, богатого электрика, богатого сварщика, богатого токаря, богатого учителя. Ну нет таких фактов, нет таких доказательств. То есть действительно там мало денег. Люди там пашут с рассвета до заката, то есть с молодости до пенсии. И в общем-то в итоге имеют очень мало денег. Второй сектор это S, это самые занятые. Там уже гораздо интереснее, там можно чуть больше зарабатывать. Но в этом секторе уже возникает более существенная конкуренция. Здесь уже человек отвечает сам за себя. B, бизнесмены. Это еще более интересный сектор, потому что там еще больше можно зарабатывать. Но в секторе бизнеса еще более высокая конкуренция, еще более высокая ответственность. Там уже проблемы с налоговой, с пожарниками, с финансовой отчетностью и так далее. Там возникает очень большая головная боль. Но зарабатывать там действительно можно много. Рано или поздно любой бизнесмен приходит к мысли. Любой бизнесмен абсолютно, это я вас могу 100% заверить, у кого-то рано, у кого-то там чуть позже приходит мысль, что работать даже как бизнесмен, человек просто устал, ему уже хочется спокойно жить, он себе уже все купил, у него есть дом, там квартира, вилла, дача, все что угодно, там может быть несколько автомобилей, там дети у него уже обеспечены, он хочет просто спокойно жить. И тогда такой человек присматривается к сектору инвестиций. Вот этот сектор очень интересный. В этом секторе всего лишь 1% населения всего мира, но в этом секторе крутится 95% денег всего мира. То есть интересное такое сочетание. Почему туда люди стремятся? Да потому что там много денег, потому что там можно получать пассивный доход, то есть проинвестировав какую-то сумму денег, то есть вложив какую-то сумму денег, можно получать с этого доход. И собственно на этот доход спокойненько жить, не работая. Почему там так мало людей? Да потому что, чтобы попасть в этот сектор, нужно иметь очень значительный стартовый капитал, инвестиционный капитал. Ну например, простой пример, скажем, вы хотите иметь доход 10% годовых. Я не беру пирамидосов, о них я сейчас отдельно скажу. То есть финансовые пирамидки, которые предлагают 2% в день или 5% в день, это абсурд полный. Я беру нормальные инвестиции. Скажем, вы хотите получать 10% годовых. Допустим, вы рассчитываете на доход 50 тысяч евро в год. 50 тысяч евро в год, это примерно 4 тысячи евро в месяц. Для Европы, я вам скажу, да вообще для всего мира, я в разных странах бываю, я вижу, как люди живут. 4 тысячи евро в месяц дохода, это очень хорошие деньги. В той же Германии люди живут на 1200 евро. То есть живут. Относительно нормально. 2 тысячи евро, это уже можно хорошо жить. На 4 тысячи евро в месяц, при наличии жилья, автомобиля и прочего, можно жить достаточно хорошо, не работая. Так вот, чтобы вам иметь такой доход, и вам надо проинвестировать примерно полмиллиона евро. У кого есть полмиллиона. Поэтому там всего лишь небольшой процент населения в этом секторе. Привлекательность в том, как я сказал, что можно получать доход, не работая. Но проблема, где такие деньги взять, как стать инвестором. У нас эта проблема решена. Но для начала я вам поясню, куда можно инвестировать вообще. Чтобы вы понимали, чтобы вы отличали финансовые пирамидки, которые предлагают в кавычках инвестиции. Почему пирамидосы сейчас переквалифицировались в инвесторах? В кавычках инвесторы. У них в кавычках инвестиции. Проблема у пирамидосов была следующая. Значит, их начали сажать в тюрьму за финансовые махинации. Это понятно, что любая пирамида финансовая махинация. И в России, как ни странно, Россия первая страна, кто ввел поправки в уголовный кодекс, именно ответственность за финансовые пирамиды. Так вот, там интересная была формулировка, но она и сейчас есть, что финансовые пирамиды – это то-то, 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 то-то. А кроме, скажем, разрешенной законом инвестиционной деятельности, поэтому пирамидосы сейчас стали называться все инвестиционные компании, инвестиции и прочее, прочее. Но фишка в том, что это все для глупых людей, они рассказывают, для тех, кто не соображает и не понимает. То есть, люди, которые не знают законы, не считают их, вот для них пирамидосы сказки эти рассказывают, что у них якобы инвестиции, а не якобы инвестиционные компании, что полный абсурд. Итак, перед вами, куда можно инвестировать? Четко закон определяет, что такое инвестиции, куда можно инвестировать. Первое – ценные бумаги. Второе – земля, недвижимость. Третье – предприятия. Четвертое – банковские счета и вклады. Ничего другого нет. Все, закон ничего другого не предусматривает. Поэтому, если вам какой-то пирамидос предлагает проинвестировать что-то под 5% в день, вы получите прибыль 5% в день, просто спросите, итак, во что вы инвестируете? Что у вас? Ценные бумаги, земля, предприятия, банковские счета и вклады. Во что вы инвестируете? Если вам начинают рассказывать какую-то чушь, что они инвестируют в криптовалюты, еще куда-то, да, это полный абсурд. Криптовалюты приравнены к ценным бумагам, поэтому четко можете спросить, «Окей, если у вас криптовалюта, хорошо, дайте мне номер ИСИН, дайте мне номер госрегистрации, где ваша криптовалюта зарегистрирована, я посмотрю, я хочу убедиться». Вы должны понимать, что посадить могут как организаторов финансовых пирамид, так и тех, кто эти пирамидки продвигает, то бишь вас, если вы будете продвигать финансовые пирамиды. Поэтому будьте осторожны и держитесь от этого как можно дальше. Значит, что у нас? У нас ценные бумаги, то есть это тот самый вид деятельности. Вот, пожалуйста, первый еще раз вернусь на предыдущий слайд. Ценные бумаги. У нас именно ценные бумаги. Значит, фишка такая, как Марк уже упомянул, что у нас можно получать пассивный доход на ценных бумагах. Это не как в пирамидках, что там раз в день вам что-то начисляют, или там раз в неделю. Нет, у нас такого нет. У нас это среднесрочный пассивный доход. А именно как это работает. То есть рассчитывайте, что этот доход вы получите через несколько лет. Через пару лет, допустим. Через 2-3 года. Как это работает? Вот, пожалуйста, смотрите. Это реальные скриншоты. Допустим, у клиента, у инвестора 15 тысяч ценных бумаг было. Стоили они 276 тысяч евро. Дальше клиент потихонечку себе еще и докупил ценных бумаг. В том числе через программу отдельную. Я потом о ней скажу. Его доход увеличился до 529 тысяч. То есть более чем полмиллиона. Ну, практически в два раза. За счет чего это произошло? За счет того, что ценные бумаги выросли в цене. Я потом вам покажу, как это происходит. За счет того, что начисляется 12% годовых. Вот здесь. О них количество ценных бумаг. Ну и плюс 6% бонус. То есть вы можете в программе по ценным бумагам никого не приглашать. И просто смотреть, как растет ваш пассивный доход. Именно на росте ценных бумаг. И вот на этих процентах. То есть, да, это вот реально все работает. То есть это реальные скриншоты. Далее интересная фишка. Значит, как я сказал, мы приобретаем ценные бумаги. Geek Capital. Это отдельная компания, которая только для этого создана. Это создана специально. Именно по ценным бумагам. Значит, те данные, которые у нас были с сайта eSyn.org. То есть это очень авторитетный сайт, где собрана вся информация по любым ценным бумагам. То же самое и наша информация там была размещена. Так вот, можете видеть. Geek Capital. Сегмент рынка золота. Далее. Стоимость чистых активов 850 миллионов евро. То есть вы должны понимать, что стоимость компании фактически Geek Capital 850 миллионов евро. Много это или мало? Как я всегда говорю, все познается в сравнении. Например, есть такая очень известная компания, золото добывающая компания. Она называется Polus Zolot. И сейчас просто Polus. Самая крупная в России. Одна из крупнейших в мире. Так вот, стоимость чистых активов компании Polus 630 миллионов. У нас 850 миллионов. То есть, чтобы вы понимали, что это за цифры. Сейчас наши клиенты, наши инвесторы приобретают для себя ценные бумаги Geek Capital. То есть, именно той компании, которая стоит 850 миллионов. И, соответственно, в конце 2020 года будут эти ценные бумаги конвертированы в акции компании. То есть, мы как инвесторы становимся акционерами, совладельцами этой компании, которая оценивается 850 миллионов. То есть, сейчас происходит, может быть, такое грубое слово, разделение вот этого пирога, который стоит 850 миллионов. И какой кусочек от этого пирога вы для себя успеете откусить, это уже зависит от вас. То есть, хотите, успевайте, не хотите, ну, это ваше право. То есть, здесь уже смотрите сами. То есть, время пока еще есть. Итак, коротко подытожить могу следующее. То есть, словами очень известного инвестора, миллиардера, зовут Уоррен Баффетт. Это человек, который десятки лет занимается инвестициями. Он сказал очень просто. Его слова. Акции – это очень просто. Все, что вам необходимо сделать, это купить акции первоклассной компании по цене, которые меньше их действительной стоимости. Стоимости компании, функционирующей под управлением честных и талантливых людей. После этого вам остается только владеть этими акциями всегда. Очень коротко, емко и самая-самая суть. Вот в этом высказываем. Значит, что есть у нас? Да, у нас есть очень хорошая компания, которая стоит дорого. Уже сейчас она стоит дорого. Сейчас можно купить ценные бумаги по цене действительно выгодной. Потому что, когда только они были выпущены, эти ценные бумаги, они стоили 10 евро. Сейчас они уже стоят 34 евро. То есть, сейчас их можно покупать еще выгодно. После этого можно владеть этими бумагами всегда. Соответственно, можно получать дивиденды, получать какую-то прибыль, пассивный доход. В том числе, можно, конечно, будет их и продать. Но об этом я чуть попозже расскажу, как это будет функционировать. К ценным бумагам была, скажем так, привязана отдельная партнерская программа. То есть, у нас есть покупка-продажа золота, у нее есть своя партнерская программа. У нас есть ценные бумаги, там есть своя партнерская программа. Это две отдельные программы. То есть, они функционируют по отдельности, но они друг друга дополняют. То есть, вы можете покупать и золото, быть участником партнерской программы. Можете покупать ценные бумаги, быть также участником партнерской программы. Значит, что там интересного? Если вы и там и там в партнерской программе, у вас появляется 7 источников доходов. Не один, не два, не три, а семь. Как я уже сказал, в ценных бумагах 12% годовых количество ценных бумаг, 6% годовых специальный бонус, который начисляет компания. Дальше. Высокие начисления именно в этой партнерской программе по ценным бумагам. Плюс параллельно программе по золоту. И вот эти вот три отдельно, я их выделил специально. Это лидерская программа, лидерская карьера. Раньше, когда у нас была только программа по золоту, у нас был, скажем так, по лидерской программе один источник дохода. Сейчас у нас их уже три. Именно по лидерской. Почему я на лидерскую программу всегда обращаю внимание? Потому что там сосредоточены все основные деньги. Там самый большой доход. Не в таблицах. Таблицы хорошо. Значит, не в программе фрактал, которая с ценными бумагами. Тоже хорошо. Там тоже замечательно. Но именно в лидерской программе это третий вид маркетинга. У нас всего три вида маркетинга. Кто не знает. Первый вид маркетинга, с чего клиент обычно начинает, это программа по золоту. Называется этот вид маркетинг плана матричный. То есть, это таблица. Они у нас называются таблицей учета. Матричный маркетинг. Для обычных сетевиков, кто приходит из каких-то обычных сетевиков компаний, он непонятен этот маркетинг план. Но это не проблема. Второй вид маркетинга, это у нас в программе по ценным бумагам работает как бинар, только улучшенный. У нас улучшенный бинар. И третий вид маркетинга, это лидерская программа, лидерская карьера. Это работает как обычный классический линейный MLM. Все эти три вида маркетинга, они разные, но они очень хорошо друг друга дополняют. Вот смотрите, человек начинает с программы по золоту, матричный маркетинг. Чем хорош этот маркетинг? Что он позволяет очень быстро зарабатывать. Очень быстро. Далее. В программе по ценным бумагам у нас бинар тоже очень быстро позволяет зарабатывать. Очень быстро строится там структура, хорошо можно зарабатывать. А вот классический MLM, наша лидерская карьера, он позволяет получать пассивный доход. То есть, чтобы вам допустим зарабатывать в матрицах или зарабатывать в бинаре, у нас он называется фрактал, там надо работать, работать постоянно, постоянно что-то делать. А вот MLM, линейный классический, он позволяет выстроить бизнес так, что со временем вам работать нужно все меньше и меньше, а доход у вас будет все больше и больше. Вот в этом фишка лидерской карьеры. То есть, тот самый пассивный доход, о котором люди мечтают. Так как я лежу на пляжу, а один лидер. Вот это примерно то же самое. Но задача правильно выстроить систему, правильно выстроить работу, правильно выстроить бизнес. Если вы это сделаете, если вам это удалось, все. То есть, бизнес дальше работает автоматически. Итак, Марк уже коротко упомянул, что лучше стартовать с двух программ сразу. Да, можно это делать, если у вас финансы позволяют. Я все-таки, моя рекомендация такая, начинайте все-таки с программы Goldset, с программой по ценным бумагам, потом разберетесь с инвестициями, с ценными бумагами, будете стартовать и там. Но опять же, все зависит от ваших стартовых финансовых возможностей. Позволяют деньги, начинайте две программы сразу, не позволяют, выбирайте программу Goldset. Итак, что здесь, смотрите. И в той, и в той программе доходность примерно одинаковая. Примерно одинаковая. То есть, и там, и там старт 450 евро, 7-8 партнеров в структуре, первую тысячу евро в бонусах вы заработаете. Вот ваш доход примерно 1000 евро. Что дальше? Ваша структура разрастается, команда увеличивается. 50 партнеров в структуре, примерно 6 и 6 еще тысяч вы еще заработали. То есть, 50 партнеров. То, соответственно, если у вас в двух программах плюсик, видите, там стоит, то есть, можете плюсовать. А дальше самое интересное. Примерно 70-75 партнеров в структуре при правильном, при правильном сразу старте, при эффективном старте, 70-75 партнеров, у вас открывается вот эта самая лидерская карьера, самая интересная и важная и значимая возможность, которая здесь есть. 70-75 партнеров. То есть, настраивайтесь сразу на лидерскую карьеру, потому что, как я уже сказал, там самые основные деньги, там самые интересные возможности открываются. 70-75 партнеров. То есть, вот настраивайтесь на такой результат. Пока вы к нему подойдете, соответственно, вы уже там несколько тысяч евро уже заработаете. Причем это можно сделать быстро достаточно. Вот Марк упомянул, что у нас сейчас есть партнеры, которые слабослышащие. То есть, это люди, которым действительно трудно общаться. То есть, вы сами понимаете, скажем, человек, который, допустим, легко себе может позволить что-то рассказать, объяснить и так далее. И каково, представьте, человеку, которому трудно это все сделать, но тем не менее, буквально там за 2-3 месяца, там уже эти люди заходят в лидерскую программу, в лидерскую карьеру. То есть, представьте, какая мотивация, какое желание у людей. То есть, да, они разобрались, они поняли, к чему нужно стремиться. Быстро этого результата достигли. Все, сейчас у них уже идет фактически пассивный доход от лидерской программы. То есть, вот так это работает. Но, опять же, чтобы не быть голословным, вот реальные скриншоты, сколько можно зарабатывать в лидерской программе. Это цифры в евро за месяц. То есть, здесь доходы вот 34 тысячи евро, 58 тысяч евро, 65 тысяч евро. Это все за месяц. Есть 100 тысяч евро за месяц. То есть, это абсолютно реальные цифры. Марк вам показывал, сколько можно заработать в лидерской карьере. То есть, там реально там десятки миллионов евро. Это абсолютно реальные цифры. Там, да, там это расчетные цифры. Вот вам практические цифры, сколько можно зарабатывать в лидерской карьере. Ну вот. Соответственно, я всегда задаю простой вопрос. Вот скажите, можно затратить, пусть год, два, три, да, такой упорной работы, чтобы зарабатывать потом там 50 тысяч евро каждый месяц. Можно затратить на это время? Я думаю, да. Многие из нас затратили там 10, 20, 30 лет жизни, чтобы зарабатывать копейки, и там, чтобы дали пинка и выгнали на нищенскую пенсию. Вот. Здесь мы предлагаем совсем другие возможности. Какие возможности, пожалуйста, оцените сами. То есть, все это реально вот скриншоты. Всегда люди спрашивают о надежности и гарантии. Буквально вчера, да, я в чате с одним человеком переписывался, да, значит, где взять такую информацию, такую и эту. В общем, там такие много-много разных вопросов. В итоге все упирается в надежности и в гарантии. Значит, первая надежность у человека, ну, если, скажем, он имеет серьезные намерения, достаточно, скажем, целеустремленный человек, хочет работать на перспективу, не как у пирамидосов, там, за 2-3 месяца что-то вы срубили, или не срубили, или потеряли, пирамидка закрылась. Здесь совсем другой подход. То есть, компания работает с 2010 года, сейчас 19-й год, 9 лет уже на европейском мировом рынке. Поэтому, если человек имеет серьезные намерения, он интересуется, какова все-таки надежность, что компания проработает много лет, да, человек заинтересован, чтобы делать этот бизнес много лет, чтобы развивать этот бизнес много лет, и, соответственно, хорошо при этом зарабатывать. Так вот, пожалуйста, смотрите на факты, да, потому что написать, сказать можно все, что угодно. Там, перамидосы вешают лапшу на уши недалеким людям, я уже показал, как. По фактам, если посмотреть, там совсем другое. У нас, скажем так, слова с делом не расходятся. То есть, если мы говорим, да, компания работает 9 лет, можно это проверить? Конечно, пожалуйста, посмотрите, проверьте. То есть, работает 9 лет, вполне успешно, вполне хорошо. Второй момент, который напрягает, допустим, новичков в плане надежности, а вдруг там мои 450 евро куда-то пропадут, да, вот, я принесу 450, а завтра там что-то куда-то денется. Ну, я тоже не буду вам там что-то рассказывать, я просто показываю реальный скриншот. И вот смотрите, у клиента в хранилище золото на 109 тысяч евро, в цифру вздумайтесь, то есть, человек хранит, компания для клиента хранит золото клиента на 109 тысяч евро. Не на 1000 евро, не 450 евро, 100 тысяч евро. Вот цифра. И клиент не переживает, что его 450 евро там, или слиток золота куда-то пропадет. 109 тысяч. Второй скриншот. У клиента ценных бумаг на 671 тысячу евро. Больше, чем на полмиллиона евро. Да? Ценных бумаг больше, чем на полмиллиона. И клиент не переживает, что 450 евро куда-то пропадут, кто-то их там заберет. Это я к вопросу о надежности и гарантии. То есть, вот реальные факты. Что-то там рассказывать, да, что компания работает, что у нас там все переводы через свифт, через банк, что золото у нас начисляется, все выплачивается, все выводится, переводится. Это, можете в это верить, можете не верить. Вот я вам показываю реальные факты, как это работает. А дальше, пожалуйста, решайте сами. То есть, вот факты перед вами. Значит, что еще интересного? В этой программе, как раз которая по ценным бумагам, предусмотрены очень интересные призы и подарки. Марк уже говорил, что да, у нас есть классные, шикарные круизы. Ну, великолепные просто круизы. Многие наши лидеры по нескольку раз в таких круизах были. Действительно, ну, шикарно просто. Могу это подтвердить. Плюс здесь у нас добавились часы Rolex. У нас добавились автомобили, классные путешествия. Отдельно путешествия в Дубай. Золотые карты, но это очень серьезные призы. Конкретно по часам, допустим, Rolex могу сказать, что на конференции в Мюнхене, большая конференция осенняя, сколько, наверное, 30-30 лидеров наших получили свои Rolex. Где-то больше 10 лидеров получили золотые Rolex. У кого-то это были уже вторые золотые Rolex у лидеров. Причем это действительно подарки за хорошую работу. Ну, такие золотые Rolex, могу сказать, стоят там под 50 тысяч евро. Но это действительно шикарные, крутые призы. То есть, все это есть, опять все это работает, все это уже проверено временем. Поэтому, дорогие друзья, я могу коротко подытожить, что если вам интересно заниматься инвестициями, то вы можете спокойно разобраться в этой теме, посмотреть, проанализировать всю информацию, ну и, соответственно, добро пожаловать в мир инвестиций. Это коротко то, что я вам хотел рассказать об ценных бумагах, которые предлагает Deep Capital своим клиентам. Опять же, это предлагается все через нашу онлайн-платформу globalintergold.com. То есть, для нас это основная платформа, где мы, клиенты, можем видеть всю информацию, всю бухгалтерию, все начисления и так далее. То есть, вот для нас это основная платформа. Итак, коротко то, что я вам хотел рассказать. Сейчас, пожалуйста, я в вашем распоряжении, можно задавать вопросы в чат, пишите вопросы. Пока готовятся вопросы, может быть, сделаю несколько объявлений. Опять же, моя основная рекомендация, то есть, если вы ничего не понимаете пока в инвестировании, не понимаете в ценных бумагах, не торопитесь, начинайте с программы по золоту. То есть, начинайте там зарабатывать, стройте уже там структуру, стройте команду. Потом разберетесь в инвестициях, начнете заниматься этим. Так, когда будут карты для выведения денег? Значит, по картам, по платежной системе, какая-то информация будет уже в июле. По крайней мере, у меня такие сведения есть, что в июле уже какая-то информация будет. Посмотрим, что там, на каком этапе. Ну, там планируется не просто, что это будет, что-то там. Платежная система будет гораздо интереснее, но, по крайней мере, давайте дождемся. Уже, как будет, ну, официальная информация от компании. Так, Татьяна, все интересно, замечательно, но главное обучение, как приглашать людей. Значит, по поводу обучения, Марк уже сказал, что есть видео. Сейчас, благодаря интернету, 21 век, понимаете, да, век технологий. Все это можно делать, не выходя из дома. То есть, зашли на сайт, открыли видео, посмотрели, как это работает, как это правильно делать. Вот, и вперед применяйте. Но здесь основная фишка в том, что мы не теоретики. Вы можете теоретически изучить там все курсы по мотивации, по правильному приглашению, по возражениям, все что угодно. Изучить теоретически, не заработать при этом ни цента, ни рубля. Я видел таких людей, которые посещают все курсы возможные, которые там есть в интернете, платят за это деньги какие-то, посещают эти курсы, но они ничего не зарабатывают. И видел наоборот. То есть, тех людей, которые, скажем так, слабо разбираются в каких-то там техниках продаж, они не ходят ни на какие курсы, они просто берут готовые рекомендации, берут и делают. То есть, мы практики. Если вы что-то посмотрели, как это работает, все, применяйте, пробуйте, применяйте, делайте. Это основное. Мы не теоретики, мы практики. Так, как в Германии карта перевод. Значит, из Германии, пожалуйста, из любого банка можете переводить. То есть, вы получаете счет на оплату, заходите к себе в онлайн-бэнкинг, на основании данных выставленного счета делайте перевод. То есть, здесь все как обычно. Почему долго переводят деньги на счета банковские? Здесь уже все зависит от работы банков. То есть, банк от банка отличается. То есть, может быть, быстро вывод денег, может быть, не очень быстро. То же самое и перевод. То есть, когда вы оплачиваете, допустим, свой заказ, это может быть быстро. Где-то деньги за день доходят, где-то три дня, где-то может быть и больше. Здесь уже от работы банков зависит. Плюс второй момент. То есть, если вы, скажем, продали золото, то есть, вы заработали золото за бонусы, продали его, выводите деньги. Есть определенная очередность, скажем так. То есть, вы должны понимать, что компания работает с несколькими банками. Допустим, для Европы там Сантендер, для Турции свой, для Латинской Америки свой, для Азии свой, разные банки. Но даже, скажем, если вам, скажем, выводят деньги через банк Сантендер, то есть определенный лимит. То есть, невозможно вывести там за один день огромное количество денег. Поэтому есть определенная очередность и потихонечку вся эта очередность соблюдается. Не переживайте, еще не было ни одного такого случая, когда клиент что-то там не получил. То есть, ни разу такого не было. Может быть, там чуть какая-то задержка, но все клиенты, все деньги, всегда все получают. Здесь никаких проблем нет. Как работает Индия с матрицами 90? Ну, там 99, где они в России. Значит, для Индии есть специальная программа, она называется Light, о золоту. То есть, там чуть меньше, скажем так, стартовый капитал, нужен меньшая предоплата. Но это только для Индии. Для других стран пока это не работает. Только для Индии. Так, вопрос. Адель, входят ли лично приглашенные клиенты в общую таблицу Goldset Pro, если у меня есть таблица, только для своих личных клиентов? Все ваши лично приглашенные идут за вами в вашу же таблицу. Только за вами в вашу же таблицу, там, где вы находитесь. Скажем, даже если вы знаете, что таблица может делиться, то есть вы можете выделиться в отдельную таблицу, если у вас появляется новый человек, новый лично приглашенный, он все равно в вашу таблицу попадает. Он только к вам идет. По-другому никак не работает. Соответственно, там могут быть в таблице и ваши лично приглашенные, и приглашенные от ваших личных, плюс там другие могут быть клиенты. Но все ваши личники идут только к вам. Так, Geek и Geek Capital LPD документально связаны. Ну, вы должны понимать, что Geek Global Intergold – это торговые названия. Это зарегистрированные торговые марки Global Intergold. Global Intergold объединяет, скажем так, несколько компаний, которые работают на одну цель. То есть это торговля золотом, плюс ценные бумаги, обслуживание клиентов, инвесторов. Но Global Intergold – это не просто компания, это торговые названия. Geek Capital, сокращенно Geek – это Global Intergold Capital. Это компания, которая занимается только ценами бумаги. Те ценные бумаги, о которых я вам сегодня рассказал. Global Intergold.com – это название платформы. То есть это онлайн-магазин Global Intergold.com. Но это не просто онлайн-магазин, это гораздо более круче в плане информации, в плане обслуживания клиентов и так далее. Ну, вот кто покупал, скажем, что-то через обычный онлайн-магазин, там у вас есть какой-то аккаунт, там, да, есть ваши заказы, да и в принципе и все. Если вы посмотрите на наш аккаунт, клиентский аккаунт, там не только заказы, там вся бухгалтерия, начисления по лидерской программе, там, бонусная программа, программа «Фрактал ценной бумаги», там огромный объем информации. Поэтому это не просто онлайн-магазин, это целая платформа для клиентов. И, собственно, мы ей пользуемся. Но вы должны понимать, что ГИК, Global Intergold, это не одна компания, это несколько. Так, пока вопросов больше нет. Значит, Марк, да, небольшое объявление. Марк также упомянул, что планируется в этом году большая конференция, которая у нас традиционно в начале ноября. Эта конференция планируется в Турции, в Стамбуле. Но, опять же, это предварительная информация такая, скажем так, инсайдерская информация предварительная. Поэтому давайте дождемся официального уже такого релиза от компании. То есть уже четко будет ясно, где это будет проходить, потому что рассматривалось несколько вариантов, где это будет организовано. Так, спросить For People, почему так долго не обновляется сайт? Значит, For People не обновляем, поскольку тоже вот вся информация обновляется, там и по ценным бумагам и так далее. Сейчас тоже мы обсуждали там с коллегами вопрос, нужен ли этот сайт вообще, потому что сейчас гораздо проще сделать в Facebook группу, там ВКонтакте группу и там всю информацию размещать. То есть это гораздо проще и, не знаю, эффективнее, наверное. Вот, поэтому посмотрим, есть ли смысл оставлять этот сайт. Он, в принципе, информационный, то есть он, скажем, никакую там финансовую нагрузку не несет, но тем не менее, посмотрим, нужен ли он, нужен ли его оставлять. Так, еще вопросы, какие у нас. Так, Зоя из Нью-Йорка, United States. Так, давайте поздравим партнера Узбекистана, Шарипа. Она закрыла таблицу Smart, получила вознаграждение из двух секций. 12 грамм золота за один день. Вот, пожалуйста, наше поздравление, поздравляем наших клиентов из Узбекистана. К слову, могу сказать, там, да, действительно, структура очень хорошо развивается в Узбекистане. Ну, наверное, такие вот восточные страны, они, у них, ну, скажем, такая, не знаю, наверное, традиционная какая-то тяга к золоту, они это понимают интуитивно, ценность золота, да. Поэтому вот в таких странах очень хорошо этот бизнес развивается. Там, на примере, не знаю, там, азиатских стран, там, Узбекистан, тот же, Индия. Так, for people, нужен, там много важной информации. Ну, мы посмотрим, Оксана, может быть, эту информацию мы просто перекинем в группу, сделаем ВКонтакте, либо в Фейсбуке. Вот, и там вся информация будет, она никуда не потеряется, то есть все нормально, будем ее обновлять. Вот, а посмотрим, то есть пока это все работает, на перспективу посмотрим. Вот видите, да, из Узбекистана первые клиенты уже что-то зарабатывают. Наши, скажем, партнеры уже, коллеги, которые слабослышащие. То есть я вам уже говорил, что, да, действительно, этим людям гораздо труднее общаться, чем нам. Но там уже люди выходят в лидерскую программу, в лидерскую карьеру, уже выходят на пассивный доход. То есть о чем я хочу сказать, что этот бизнес подходит всем, всем, абсолютно всем. Все просто зависит от того, как вы эти возможности хотите использовать. У нас есть клиенты, допустим, которым там по 18 лет и которым больше 100. Наша любимая Дора Ханун, она из Израиля, очень обаятельная дама, я с ней лично знаком. Очень приятная и в общении. Так вот, я могу сказать, что ей более 100 лет. То есть, вдумайтесь, таких клиентов, просто вот в MLM-компании, их нигде в мире нет. А у нас есть. У нас есть и молодежь, и есть те, которые уже в очень солидном возрасте. Да, у нас есть клиенты, которые просто домохозяйки, есть там бизнесмены, неважно, есть рабочие. То есть любой человек может этим заниматься. Любой. То есть, кто-то будет расценивать это как бизнес. Действительно, бизнес, то есть, только одно, чем он хочет заниматься. Кто-то будет это расценивать как дополнительный доход пока. То есть, что-то, что-то там дополнительно заработать. Пожалуйста, и то, и то можно использовать. Большой плюс, что, да, вот, пожалуйста, 103 года, уточняю. Если, Раиса, да, Раиса Безьян, спасибо, а не 104, Раиса, а не 104? Ну, тем не менее, то есть, за 100 лет вот такие клиенты у нас есть. И зарабатывают, и довольны, и общение, пожалуйста. То есть, все это у нас есть. Большой плюс, что в бонусной программе мы получаем бонусы, которые не облагаются налогами. То есть, это официально, это законно. Бонусы не облагаются налогами нигде ни в одной стране мира, в том числе в России. Поэтому мы, зарабатывая здесь бонусы, золото, мы получаем законное освобождение от уплаты налогов. Это огромный плюс, конечно, сейчас. Так, идем далее. Так, очень часто слышу в ответ, что это МММ. Да ради бога, то есть, можно слышать что угодно. Я за 9 лет чего только не наслушался. Все зависит от того, как вы объясняете человеку. То есть, что вы ему рассказываете. Допустим, я рассказываю так, что у человека даже такой мысли не возникает, что у какой-то это МММ или пирамиды. Человек только один вопрос, где взять денег, чтобы стартовать. Если вы объясняете как-то по-другому, что у человека складывается мнение, что это МММ или еще что-то, но это уже ваши проблемы. То есть, пройдите какое-то короткое обучение, у нас оно есть, чтобы вы давали информацию правильно. Будете давать правильно, таких вопросов возникать не будет. Если приглашенных не будет, то предоплата за Goldset, что с ней будет после конвертации? Татьяна, вы путаете программу Goldset с программой Fractal. То есть, путаете программу с золотыми слитками и программу с ценными бумагами. Это две разные программы. Итак, если вы делаете предоплату за Goldset, за свой набор золотых слитков, с конвертацией это вообще никак не связано. Никак. То есть, это ваш заказ за золото, вы за него сделали предоплату. Если вы не рекомендуете никого, то по завершении заказа, то есть, вы проходите таблицу, соответственно, у вас нет приглашенных, ноль вознаграждения. То есть, вы ничего не купили, компания при этом ничего не заработала. То есть, компания закладывает 15% прибыли туда. Вы ничего не купили, компания не заработала. Вы неинтересный клиент. Да, вы хороший клиент, вы что-то там начали, но дальше вы ничего не покупаете. Прибыли компания не получает, поскольку вы ничего не купили. Соответственно, вас просто удаляют из программы, удаляют из таблицы. вам возвращается назад ваша предоплата и до свидания. То есть, можете предоплату забрать назад, можете заново начать программу, как хотите. Но клиент, который ничего не покупает, не очень интересный, поэтому предоплату вам назад и подвес. Так, приветствую вас в Грузии с 20 по 31 июня. Там в гости приезжает группа сильных лидеров. Да, вот Самсон, наш партнер, коллега из Грузии. Большой привет, Самсон. Очень хороший человек. Слово, вот как я говорил, разные у нас социальные группы, разные люди. Самсон, кандидат наук, то есть, очень интересный человек. Пожалуйста, тоже клиент, тоже зарабатывает в Грузии. Кому интересно, еще раз смотрите, с 20 по 31 июня, пожалуйста. Кому нужна такая информация, что, где, как, пишите в чат и в командные информации там будет. Пожалуйста, можете пересечься в Грузии. То есть, да, действительно, там будут хорошие лидеры, будут хорошие, интересные презентации. Так, где это обучение? Светлана, обучение у нас есть на 4people, есть в группе ВКонтакте, есть, вот Марк говорил у него на, в Ютубе, на его канале. То есть, там можете найти обучение. То есть, это все есть. Повторюсь, не забивайте вову теории. Это не нужно. То есть, вам надо практически это все применять. То есть, не забивайте вову там огромным количеством обучения, у вас будет каша в голове. То есть, берите обучение, допустим, у меня есть 2 коротких видео, 15 минут. С чего начать? Как это правильно делать? 2 видео по 15 минут. Там все очень сжато, компактно и самоисловно. Берите это и практически применять. То есть, сделали это, начали это делать, все, пошло. Дальше берете, как в интернете это сделать, как страницу оформить, как это, как то. И вот так шаг за шагом делайте. Потому что, если вы кинетесь изучать всю информацию, все обучение, как Марк сказал, там их несколько часов, этих тренингов. Да, у вас будет просто каша в голове и в итоге ноль. То есть, берите что-то одно, сделали. Взяли следующее и сделали. То есть, вот так надо делать. Так, по вопросам обучения обращайтесь к своим спонсорам. Совершенно правильно. То есть, общие информации мы здесь даем на вебинарах, на конференциях. А дальше работайте со спонсором, как говорится, в тесном контакте. Теребите, трясите спонсора постоянно, что-то непонятно спрашивайте. А где эти видео и как называются? Светлана, в командном чате. То есть, задайте вопрос. Вы где-то в командном чате, вы в любом случае есть. У нас есть и в скайпе, и в телеграме, и в чате, и в ватсапе. То есть, задайте вопрос, вам скинут обучение, дадут вот эти ссылочки на видео. Именно то обучение, скажем, которое вам нужно. То есть, либо вы совсем новичок, то есть, не знаете даже с чего начать. То есть, вам дадут вот такое обучение. Если вы уже что-то начали, у вас, допустим, вопрос, как работать в интернете, вам дадут соответствующие. Да, напишите спонсору в командный чат, обратитесь. Все, вам никто не откажет. То есть, у нас в этом плане очень, скажем так, взаимовыручка. То есть, в любом случае, вам помогут. Так, ну что ж, дорогие друзья, пожалуйста, еще какие-то вопросы. Так, ну что ж, я вижу, пока вопросов больше нет. В любом случае, если вопросы появляются, всегда их можно задать на вебинарах, можно задать спонсору в командных чатах. Никогда не стесняйтесь задавать вопросы. Даже если вам кажется, что глупый вопрос, либо вы будете глупо выглядеть, это не так. Не бывает глупых вопросов. То есть, лучше задать вопрос всегда, как вам кажется, глупый вопрос, может быть, лучше задать его спонсору, там, задать лидерам, чем потом оказаться в глупой ситуации с потенциальным клиентом. Когда вам потенциальный клиент задаст такой же вопрос, вы не сможете ответить. Никогда не стесняйтесь спрашивать спонсоров, лидеров всегда. Задавайте вопросы, какие бы вам они странные ни казалось. Итак, спасибо, дорогие друзья. Благодарю, что нашли время поприсутствовать сегодня на вебинаре. Как я всегда говорю, что-то полезное вы для себя сегодня получили, и вы уже на один шаг впереди тех, кто у нас сегодня здесь не был. Всем желаю успехов, здоровья, благополучия, процветания, много золота, много золотых партнеров. Все. Всем огромное спасибо. Желаю успехов, здоровья, благополучия, развития, много золота, много золотых конкурсов.